Привет всем вегетарианцам, веганцам и другим ЦАМ! Сегодня мы поговорим о Борисе Юрьевича Александрове, более известном как короле сырков. В начале видео я освещу о чем, собственно, весь сырок Бор, а также о плюсах, минусах того, что он сделал. Собственно, он дал интервью, в котором поведал свои мысли по самым различным вопросам. Мне в том числе понравился его ответ по феминизму, ЛГБТ и так далее, что для него, в том числе как бизнесмена старой закалки, важно, чтобы человек обладал какой-то определенной компетенцией, производительностью и так далее, а его сексуальная ориентация, пол, в данном случае он говорил о поле, это уже на втором плане, это для него лично, как для бизнесмена, не важно. Ему самое главное, чтобы человек для его бизнеса приносил деньги. Хорошо это или плохо, конечно, феминисты скажут, вау, круто, ему важен человек, но с другой стороны, это просто, да, как и любой начальник, наверное, ему важно максимально использовать человека, чтобы он максимальную прибыль принес. Собственно, это то, как работает бизнес, ничего нового. Но далее, конечно же, он поведал свои мысли о том, что произошло в России, собственно, что демократы разрушили экономику какую-то, и потом говорит, что ситуация в России экономическая ухудшалась и ухудшалась, и, собственно, далее к нему вопрос можно было бы задать, почему положение в стране экономической ухудшалось, если демократов уже давно нет у власти. Но самая, конечно, звездочка интервью была фраза Александрова о веганах, с которой я, собственно, начал это видео, что, мол, вы, скотины, это цитата, да, на молоке выросли, и теперь осуждаете молоко и говорите о его вреде. Собственно, сначала начнем с плюсов. Во-первых, нужно осознавать, на кого работает этот человек, какая основная аудитория у этого бизнесмена. И это, конечно же, люди, которые живут под традиционным каноном и, по крайней мере, питаются традиционно. И он именно к ним обращался, потому что доля продуктов веганских в его бизнесе маргинальна абсолютно. В том числе его спросили по молоку, соевому, миндальному, и он сказал, что максимум 2-3% от всего бизнеса это будет все составлять. То есть он не обращался, конечно же, к веганам, хотел выиграть еще больше лояльности у своей обширной публики на традиционном питании. Потому что Александров не единственный игрок на рынке, ему, конечно же, нужно делать рекламу и как-то с этой конкуренцией бороться, рассказывать о том, что вот он лоялен именно к ним, он не перескочит на вот этот веганский вагон полностью, всецело, как делают в том числе некоторые производители. По-моему, пицца, пицца Паксмор в Англии сейчас хотят полностью перейти на сыр веганский, чтобы к 2030 году иметь нулевой баланс по экологии. Что это значит? Это значит, что и производят всякого дерьма, CO2-эквивалента, столько же, сколько и компенсируют. Это, конечно же, здорово. Но Александров этим высказыванием показал, что он к этому числу бизнесменов не относится. И это одновременно минус, потому что то, что мы ожидаем от предприятий в будущем, будет непосредственно связано с растительным питанием, конечно же. И без этого абсолютно не обойтись. И, конечно же, с точки экологической... Блин, тут светлость сегодня меняется, но вы пожелали вроде как, чтобы я на улице больше снимал, и там вот где-то сзади лебедь спит, но в любом случае я от темы отхожу. Вернемся к минусам. Конечно же, это фраза о том, что молоко, которым мы все питались, или большинство абсолютно из нас людей, млекопитающих, да, в детстве, никак не связано с тем, что производит сейчас Александров в большинстве своем, то есть продуктов из молока, других абсолютно чуждых нам животных. Кроме того, я, по крайней мере, считаю себя взрослым человеком, и уже не отношусь к себе как к грудничкам. Мне не нужно молоко как к взрослому мужику. Но до Александрова этого еще не дошло. Еще не дошло, и я надеюсь, в скором будущем экономически дойдет, потому что позиция осознания, это человек старой закалки, консервативен просто до нельзя, до него не дойдет. Но экономически, я надеюсь, что конкретно ударит рублем. И это можно видеть на примере не молоко бренда, который под дары, дары, блин, я забыл, как называется, в общем, придони, по-моему, дары придони или что-то такое, фирма производила соки изначально, но потом учуяла вот этот тренд молока веганского и продуктов веганских, и теперь они не болтают во всяких интервью, чепуху, а занимают места в списках Forbes. Я вот не вспомню выручка или оборот, но 2 миллиарда рублей чисто на веганских продуктов, которые в России продаются, и это, конечно, чего-то стоит. И здесь, конечно, Александров проигрывает серьезно. И вместо того, чтобы, да, сейчас он, возможно, обращается к своей лояльной публике, но эта лояльная публика с каждым годом все будет уменьшаться, потому что люди будут думать все больше об экологии. И я, по крайней мере, надеюсь в это, по крайней мере, это происходит сейчас в Европе и, по-моему, во всех частях света, что люди начинают осознавать, что вот здесь выкидывать мусор, вот здесь в природу, это, ну, как-то неправильно, что ли, вот какое-то такое мелкое чувство, какое-то задорненькое, зазорненькое, не знаю, как это по-русски сказать, но совесть, что ли, начинает играть, какие-то звуки такие тихие, и еще совести начинает происходить в голове, но все больше этого становится. И, конечно же, в долгосрочной перспективе такие динозавры, действительно, бизнеса, как Александров, будут уходить, и своей вот этой фразой, своим интервью, он, конечно, поставил крест, грубо говоря, на своей карьере, да, продавца того, что сейчас в тренде. И что, мне кажется, нужно сделать сейчас в этой ситуации? Вот именно вот сейчас, конечно, ничего делать не нужно. Возможно, извиниться, это было бы здорово, конечно, что человек, да, хотя бы извинился, это, конечно, здорово, потому что тупо обозвал скотины и тупо просто опростоволосился, то есть молоко назвал, материнское, человеческое молоко, которым груднички питаются, важнейшее питание для человека в начале его развития и сравнить его с молоком коровы, которым, опять-таки, питаются лишь телята, ну, это что-то с чем-то. Это просто фейл гигантский, конечно, но он пока что на очень низком уровне и лишь в будущем может очень сильно аукнуться, поэтому именно сейчас нужно извиниться, возможно поменять каких-то кого-то в управлении, растиражировать его, что, мол, нет, на самом деле это вот старая школа была, но мы поняли свою ошибку и сейчас вам представим вот новый продукт и без понятия он дешевле, чем у конкурентов, или лучше, там, без понятия, может, биостандарты какие-то ввести или отчасти био. Есть и такие продукты, то есть там пару компонентов важнейших, они из органик качества, ту же сою или миндаль или какие-то другие вещи использовать в органик качестве, допустим, там, сахар или еще что-нибудь такое, не в органик, или что-то такое. В общем, или, да, какао из фейр трейда, то есть различные области есть того, как можно улучшить этот бизнес и еще раз вернуться к публике, которую Александров так грубо отверг. Окей, это было мое мнение на сегодня. Мне кажется, нужно, конечно же, реагировать именно так, как я сделал это в этом видео, аргументированно и спокойно, не всегда в формате комментарии, однако это возможно, я все понимаю, то есть если бы я хотел уместить все, что хотел сказать в коротком комментарии, я бы просто сказал, что это тебе, Александров, сильно аукнется в будущем финансово, и все, пожалуй, вот как-то так. Конечно, можно тоже спуститься до уровня Александрова и начать обзывать его, потому что там скотин или еще чем-то, но, да, это в итоге последнее, что я хочу своей публике сказать. Конечно же, баррикатируйте продукты Александрова, потому что тупость только из-за чего? Из-за того, что он, единственный человек, просто допустил ошибку какую-то? Нет, не из-за этого, потому что тупость должна, тупость наказуема, или должна быть наказана. И мне кажется, что в бизнесе такие ошибки нельзя прощать, даже таким вот динозаврам. Окей, это было все на сегодня, огромное спасибо за просмотр, смотрите другие видео и прочее, здесь вот где-то предложено YouTube, здесь вот, собственно, то, видео, которое я думаю, что вам будет интересно посмотреть, и где-то здесь можно подписаться, если ты этого еще не сделал. До-до!